Нематериально. Здесь нас коллега Радзеева Абдуллина спрашивает. Ну, о деньгах мы поговорили, но так или иначе после выборов, может быть, прогнозируете ли вы закрытие того же Ютьюба? И мы видели, что в прошедшем последних двух недель странным образом сбоил Телеграм, Ютьюб Клауса как-то странно. Потом выяснялось, что это какие-то шлюзы перекрывали в Роскомнадзоре, что-то тестировали. На ваш взгляд, действительно, может быть, все уже после выборов? Я не удивлюсь ничему, с одной стороны. С другой стороны, мы должны понимать, что закрытие того же самого Ютьюба, потому что я ради интереса смотрел аналитику, причём делал здравую такую аналитику, что там таких политических передач на Ютьюбе не самое большое количество. То есть, если мы берём политику, там очень небольшой процент. В основном это познавательные, серьёзные, нужные вещи, и такие вещи, которые нужны, в том числе учёные смотрят, и есть такие познавательные, учебные вещи. То есть, если мы всё это грохнем, мы просто потеряем к этому доступ. И ради определённых пяти, может быть, даже меньше процентов политического контента, который там существует, для меня очень сомнительная история. В том, что грохнуть могут, да, я понимаю. И я Ютьюбом, может быть, не так часто пользуюсь, я потому что больше пользуюсь определёнными библиотеками, но я вот скажу прямо, после того, как ввели вот эти вражеские сайты и всё остальное, многие там научные статьи, ещё чего-то там, мне по основной работе приходится каким-то кривыми схемами доставать. Там нет никакой политики, но в прямом доступе я их сейчас не могу получить. Тут надо рассуждать следующим образом. Вот отличие нынешнего режима в России от классических диктатур 20 века только информационной подоплёйки. То есть, если в 20 веке достаточно было просто контролировать бумажную прессу, потом ещё телевизор, с радио просто можно на радиоприемнике, например, изъять и перестать их производить, то в современном мире интернет – это, конечно, абсолютное зло для любых тоталитарных систем, которые, например, у нас есть в России. И что-то с ними делать – это, конечно, у них, ну, прям, скажем, на повестке дня постоянно. Вопрос, что? Тупо зарубить YouTube, наверное, не получится по ряду технических причин. И ещё потому, что сказал Олег, потому что масса, огромная масса, миллионная масса домохозяек, студентов, учёных, пожарных, значит, и так далее, и так далее, получают оттуда информацию разной степени важности. То есть, кто-то развлекательную про туризм, кто-то про рецепты, кто-то там какую-то психологическую помощь и прочее, прочее. То есть, вот на этих весах целесообразности пока установилось равновесие, то есть, для власти. Значит, с одной стороны, они опасаются недовольства населения, потому что, ну, будет обрублен достаточно серьёзный источник информации, повторюсь, неполитический, да. А с другой стороны, вот эта вот раздражающая и нарастающая агрессия в адрес тех двух или трёх процентов этого политического контента. А YouTube устроен так, что нельзя закрыть один-единственный канал, например. Без согласия, естественно, самого YouTube. То есть, просто технически его нельзя заблокировать. Можно только весь заблокировать. Нет, смотрите, во время Ваймарской событий и событий здесь в Уфе в январе, помните же, у нас Льва, Льва, Телега и Ватсап, а компания МВД России, это другое немножко, да. Я тебе расскажу сейчас интересную историю. Это было лет пять назад или шесть, я вот сейчас точно не могу сказать, сколько лет назад было, в МВД России, не в Ашкирии, в МВД России был очень большой разбор полётов, потому что кортеж Путина, который шёл по московским улицам, координировался, значит, службное сопровождение через Ватсап. И все были в шоке, когда это выяснилось, все были в шоке. Там генералы с места послетали, я не помню, сколько лет назад это было. Понимаешь, дело в том, что сегодня мы, вот я насколько помню эту историю, сейчас Телеграм наш, всё, мы туда все бежим, значит, все властные структуры должны каналы завести, а сейчас вроде как начинает выяснять, что не совсем наш. И, понимаешь, и тут не совсем наш, и Ватсап не совсем наш. Полностью механизмы связи, понимаешь, это ведь тоже определённая такая степень недовольства уже лояльной части населения. Вот-вот, да. Ну, четыре дня лежали все мессенджеры, никто не особо не возбухал. Нет, во-первых, не всё лежало, давайте справедливости ради, значит, лежало на определённых платформах, то есть плохо работал то МТС, то Билайн, например, то есть поочерёдно и не оба сразу, стационарный интернет притормаживал и так далее. То есть это была вот именно шлюзовая вот такая блокировка, то есть если бы они прописали запретную строку, то легло бы на 100% у всех. Ну, то есть просто отключили, например, весь Телеграм или весь Ютьюб или весь Ватсап. То есть это немножко другая технология. То, что власти периодически начинают глушить, как бы, ну, вот эти источники, это очевидно. И то, что вот происходило в последние три недели, это были именно учения, а не к конкретным каким-то моментам привязанные вещи. Учения, прямо скажем, такие неуспешные. То есть там те, кто рассматривал их результаты, пока недовольны этим. Но, повторюсь, это не новость, потому что, например, были массовые мероприятия, которые там нежелательны для властей. Например, глушилась связь. Помните, да, историю? То есть приезжает глушилка, которая просто подавляет все приемники-передатчики в каком-то радиусе. Так что технически это возможно, а вот с точки зрения социальных результатов вот здесь большие вопросы. В Ватсапах все школьные часы, все сидят в Ватсапах. Там завязано все, вплоть до полиции, родительских комитетов и так далее, и так далее. То есть вот такие вещи закрыть. Наверное, мы пришли к ситуации, когда современный мир, ну, хорошо, закроется Ватсап, появится что-то еще. Более того, появится что-то такое, что нельзя будет регулировать звонками или арестами администраторов. Да ведь? Так что вряд ли. Я думаю, сейчас ситуация немножко другая, как ты правильно говоришь. Они готовятся, чтобы знать, что если что, кнопку можно нажать, но нажимать ее не будут. Ну, это как с ядерным оружием. То есть, по крайней мере, до конца они ее выжимать не будут. То есть вот эти воздействия на какие-то сегменты, в какие-то моменты, это пожалуйста. То есть если вдруг на Красной площади случится бунт, то я думаю, что будет хорошее, уже готовое решение. Сейчас мы заблокируем мессенджеры, мы заблокируем JSM интернет и так далее. Эта технология, да, она будет отработана, доведена до совершенства. Прямо по Ленину. Первым брать, что почта, телеграф. Да, почта, телеграф и провайдеров. Да, да, да. Просто должен опять сказать, что у Ватсапа принадлежит мете, мете внестина в реестр террористов. Сатанинские списки. Да, да, да.